Если бы мы жили в конце 90-х годов и нужно было провести такую лекцию тогда, было бы немножко проще. Потому что тогда под современным искусством поднималось то, что, наверное, вам известно это понятие, contemporary art. Концептуальные практики, практики, связанные с жестом художника, практики, отрицающие искусство, отрицающие законченный объект. Вот тогда это искусство считалось современным, передовым и авангардным. И рассказать о таких вещах было бы проще. Многие, или некоторые, по меньшей мере, белорусские профессионалы тоже считают, что все еще мы живем в эпоху contemporary art, но мировая ситуация изменилась. 21 век отказался от той исключительности, которая была свойственна 20-му, когда только определенное искусство в определенный период считалось прогрессивным. По отношению к 10-м годам 21 века говорят о взрыве живописи, о новом буме живописи. Говорят о том, что теперь и фигуративное искусство, и нефигуративное, и жест, и объект, и концепция, и форма, все это может быть в равной мере актуальным и современным. И поэтому возникает потребность по-новому осмыслить, что такое современное искусство, и это вопросы не для публичной лекции, а скорее для серьезных научных исследований. Вот именно потому, что я, во-первых, не знала, как об этих сложных вещах говорить, раз, а во-вторых, потому что я очень плохо себя чувствую, когда я не очень понимаю, к кому я обращаюсь и на какую аудиторию я рассчитываю. Я не знаю, откуда вы пришли, я не знаю степень вашего подготовки, я не знаю, на что мне ориентироваться. Для меня это очень сложная ситуация. И простите меня, пожалуйста, если я нашла не совсем верное решение, если я пыталась сделать что-то более сложное и что-то более простое. Если баланс мы не нашли, сожалею, но в некотором смысле для меня это пробный шар, потому что я, независимо от моих друзей, которые запланировали проект Европейское кафе, хотела следующий конкурс на пути к современному музею посвятить проблеме популяризации. Я не хочу разговаривать в этот микрофон. Не слышно, да? Слышно или нет? Слышно, да? Хорошо. Ты поменял. Спасибо. Я хотела в следующий конкурс на пути к современному музею посвятить проблеме популяризации современного искусства. Я хочу делать это не за одну лекцию, а с помощью цикла, серии лекций. И я буду вам очень благодарна, если по окончании нашей беседы вы ко мне подойдете и скажете, вот у нас есть такая и такая идея. Пожалуйста, учтите, нам кажется, что хорошо было бы делать это таким или таким образом. Итак, я решилась, но немножко изменила изначальный замысел моих друзей. Мои друзья хотели, чтобы я рассказала об основных концепциях и форуах современного искусства. Я еще раз могу сказать, что если бы их такое количество, что если бы мы их перечисляли, то нам бы 41 минутов бы совершенно не хватило. Поэтому я решила остановиться на нескольких работах. В основном, второй половины 20 века. Чтобы с их помощью показать некоторые вещи, как можно понимать, какие-то сложные, непонятные вещи, как их можно понимать, и чего они вообще хотели, авторы этих вещей. И поговорить о тех вещах, которые мне кажутся особенно важными в связи с вопросом о том, что такое современное искусство. Итак, моя первая тема. Брюс Науман, антропосоцио. Санечка, первую, пожалуйста. Это какая-то уже вторая. Следующая. Нет, у меня все-таки другая. Вот сверху. Да. Скажите, пожалуйста, вы слышали, да, это имя Брюс Науман? Кто знает, кто это? Хорошо. Подробно рассказывать не буду, расскажу очень коротко. Итак, это американский художник. Второй слайд. Родился он в 1941 году, и вот на этой фотографии он, меня все к микрофону, он изобразил себе в виде фонтана. Наверное, вы знаете эту азбучную работу. Марселя Дюшана не фонтан. Дюшан взял писсуар, когда приехал в Америку в 1917 году, подписал его именем Ричард Муд, псевдонимом, и предложил, и назвал эту работу фонтан. Зачем он это сделал, если вы захотите, я вам потом расскажу в конце. Но так или иначе, он попытался рефлектировать о том, что делает вообще искусство искусством. О том, насколько институция, подпись определяет наши отношения и ценность к художественному образованию и его ценность. Свой писсуар, сигнированный именем Ричарда Мута, подписанный, он назвал фонтаном. И после этого Барнет Ньюман, это знаменитая фотография шестого года, изобразил себя в виде, вот в таком виде, в виде фонтана. Дюшан говорил, да, я ничего не делал своими руками. У меня не было ни кисти, ни холста. Я взял готовый предмет. Его предметы назывались ready-made. Но я выбрал, я художник, выбрал этот предмет. Поэтому он стал современным искусством. Науман сказал иначе. Я художник, обладаю телом. Мое тело является произведением искусства. И свои первые работы, он, первые работы были видеозаписями его в ателье, когда он, меряя шагами пространства, двигаясь по периметру туда-сюда, в простом ателье записывал себя. Это были его первые видеоработы. Потом он начал создавать узкие длинные коридоры. Такие коридоры, в которых человек чувствовал себя стесненным, сжатым, удрученным. И в конце этих коридоров он ставил телевизор. И когда человек прибежал к телевизору, вдруг обнаруживал, что он видит не изображение, а самого себя. Но вот работа, о которой я хотела рассказать, она объединяет эти мотивы в некотором смысле. То есть эта работа, Танечка, теперь еще раз назад, антра-социо, видеоинсталляция, точнее две видеоинсталляции. Первая была показана в 1991 году в Америке, и вторая в 1992 году в Касселе. Благодаря тому, что она была показана в Касселе во время документы, это выставка современного искусства, которая проходит раз в пять лет, считается очень репрезентативной и очень значимой, проходит в Германии. Эта работа приобрела международную известность. Хотя Брюс Науман приобрел международную известность задолго до нее, но она стала знаменитой и наблюдала, что в 1992 году куратор документы представил ее как центральную работу всей выставки. То есть представь себе раз в пять лет выставка мирового искусства, собирают разных художников из разных стран мира, и вот там эта работа считалась, может быть, самой современной, может быть, самой показательной для своего времени, может быть, самой важной. Но куратор поставил ее в центре выставки. Если ничего нас не подведет, то мы посмотрим фрагмент этой видеоинсталляции. Но для того, чтобы вы могли получить лучшее представление, чтобы это восприятие было более наполненным и более качественным, я вам коротко расскажу, что мы там видим. Наверное, вы видите, что работа состоит, то есть мы, конечно, не видим, тут есть три видеомонитора, которые проецируют изображение на стенку. Видеопроектора, простите. Помимо того, стоят шесть мониторов, составленные по два. На всех этих медиа изображена вращающаяся голова вот этого лысого человека, который является художником-перформатистом, перформатистом и, кроме того, оперным певцом. Вот этот лысый человек, голова которого опрезана сверху и снизу, выставляет такое ощущение, что его втолкнули в этот монитор, произносит или, может сказать, что кричит, вопит, следующее слово. Feed me, eat me, антропология. Накорми меня, съешь меня. Антропология. Help me, heart me, социология. Помоги мне, рань меня. Социология. Feed me, help me, eat me. Накорми меня, помоги мне, съешь меня. При этом выражение лица этого человека напоминает выражение лица мальчика, поющего в хоре. Вот так же серьезный, так же раскрывает рот. Если бы мы не знали и не слышали, что именно он произносит, можно было подумать, ну, в общем, человек в хоре поет. Только что-то так странно его так сняли. И интонация его голоса колеблется. Колеблется, сложно понять, что это такое. Это агрессия или жалоба. Я никогда не видела эту инсталляцию, в отличие от многих других видеоинсталляций Наумана. Но ситуацию, которую оказывается зрителям, описывают так. Вот представьте себе, вы оказываетесь в комнате, где с трех сторон вы видите вращающуюся голову. Мониторы, в которых тоже вращаются эти головы, в разные стороны, кстати. И на мониторах они расположены в зеркальном отображении. То есть один вверх головой, другой вниз. Мониторы, вот вы видите все это, эти мониторы находятся на уровне ваших глаз. То есть их не поставили ни на подиум, ни на сцену. Для того, чтобы вы, попав в эту аудиторию, почувствовали прямой непосредственный контакт вот с этим человеком, который кричит, жалуется и произойдет какие-то вещи, которые, в общем, противоречат друг другу. Накорни меня, съешь меня, помоги мне, рань меня. Поскольку вы оказываетесь в этом помещении, то вы по неволе оказываетесь встануты в эту работу. Нет никакой дистанции, которая отделяет вас от этого человека или от этих мониторов. На вас обрушиваются вот эти его просьбы или приказания. Непонятно, что это такое. Но поскольку этих просьб или приказаний много, они живут это всюду, то вы никаким образом не можете отреагировать на них. То есть Науман с помощью этой работы, как и с помощью своих других видеоинсталляции создал образ А, человека, отчуждение человека и невозможность межличностной коммуникации. Это вторая его большая тема. Несколько его работ сделано таким образом. Вот представьте себе, два монитора, два человека произносят один и тот же текст, но они не слышат друг друга и произносят его в разной скорости. Вы слышите один и тот же текст в разной скорости и никакой коммуникации не может быть ни между вами и ими, ни между ними. Или такая работа. Он поставил четыре монитора и четыре человека произносили четыре текста. То есть для него центральная тема отчуждения и невозмеспособность людей слышать и понимать друг друга. Прежде чем поставить, расскажу еще одну вещь. Недавно я увидела немецкий фильм, который назывался еще похлеще, чем наша лекция. Он назывался «Что такое искусство?» И этот фильм состоял из четырех частей. Что такое художник, что такое зритель, что такое коллекция, что такое музей. И авторами фильма взяли четыре работы. Леонардо да Винчи, Монка Крик, Мона Лизу, Крик Мунка, Фонтан Дюшана и Антрасоцио Наумана. И с помощью четырех этих работ разных веков, разных направлений попытались показать, что такое художник, что такое зритель, что такое музей и что такое коллекция. И вот там в качестве литмотива фугурировал знаменитый рисунок Леонардо. Танечка. Нет, вниз, вниз, вниз. Вот. Наверное, он вам всем знаком с детского сада. Это рисунок книги Витруя об архитектуре. Он касается того, каким образом нужно определять пропорции. Но он теперь стал символом отношения человека, человечества и вселенной. Так мы его и воспринимаем. И вот этот символ авторы фильма превратили в литмотив. То есть не просто показывали эту картинку, а пригласили актера, который как бы изображал, что происходит с этим прекрасным символом человека в центре человечества, как в центре мироздания, в каждой из работ. Понятно, что у Леонардо да Винчи все было в порядке. Но когда дошло дело до антропосоцио, то можете себе представить, что осталось с тем бедным актером. Он извивался, выкручивался, распадался. То есть таким образом рисунок показывал явление, о котором, наверное, вы часто слышали, потому что им часто говорят смертью субъекта. Итак, я вам все рассказала. Если получится, надеюсь, что мы теперь послушаем, посмотрим, как оно все выглядит. А звука нет, да? А свет можно это убрать? Звук, пожалуйста, включите, Санечка. Ветка намекает на диагональ картины. Все видно, да? Возникают переклички между линией моста, между линией вот этой вот дорожки. Они находятся параллельно друг к другу. Вот крыша, вернее, верхняя балка храма находится на уровне золотого сечения. Вид высоты ветка обозначает золотое сечение поширения картины. Можно продолжать и продолжать все эти приемы, благодаря которым эвиденты картины взаимодействуют друг с другом и с вот этим заданным форматом полотна. Но я скажу просто о том, что получается в итоге. В итоге мы лучше все-таки процитирую и Виталий об этом сказал красивее, чем я вам пересложу. Итак, внешнее очертание картины и ее внутреннее организация взаимно обосновывают друг друга, создавая неизменный окончательный и целостный образ тотальность. Целое соприсутствует в единичном точно так же, как единичное соприсутствует в целом. Глаз воспринимает подобное видение одновременно и последовательно, которое целое соприсутствует в единичном точно так же, как единичное соприсутствует в целом, как очевидное благо. Красота изображенного пейзажа не в последнюю очередь является красотой композиции картины. Итак, мы видим то, что мы ищем. Мы видим некий рационально упорядоченный, ясный, строгий, целостный вид. Это то, каким образом, в принципе, по крайней мере, человек нового времени хотел видеть мир. Для этого он нашел вот такое средство. Идеал прекрасного гармонии, красоты и соразмерности. Но что происходит? Происходит следующее. Вот для того, чтобы увидеть это, мы можем увидеть эту картину как такое соразмерное целое только с определенной точки зрения. То есть, вот это наше местоположение перед этой картиной, то есть, каким образом мы ее видим, дано картины заранее. Мы как бы не войны, если мы хотим получить эту красивую целостную картину, которая будет рада в наш глаз, мы должны занять определенную позицию перед картиной. То же самое происходит не только с композицией, но и с перспективой. Что такое перспектива? Наша точка зрения совпадает с точкой схода линии на полотне. То есть, субъект коррелирует с объектом. Но следующим образом. С одной стороны, мы, субъект, подчиняем себе картину. Но с другой стороны, картина подчиняет нас. Потому что она предписывает нам ту точку зрения, откуда мы можем над ней властвовать. То есть, получается, какая-то такая ситуация взаимого объективации. А объективация. Я объективирую картину, картина объективирует меня. Это плата за то, что я получаю это красивое, рационально-упорядочное, строгое и стройное целое. Согласны со мной, да? То есть, если немножко перевести, в чем проблема вот такой классической картины? Проблема заключается в том, что она ориентируется не на меня, вас, вас, вас и вас, а на некого абстрактного человека. И эта картина заставляет меня индивидууму отождествить себя с этим самым абстрактным человеком, человеком вообще. Вот это была граница этого самого классического идеала прекрасного. И прежде чем я покажу, каким образом этот идеал, эту структуру картины преодолел Ньюман, я расскажу немножко о другом художнике, вернее, об этой его работе. А Джексон и Поводи. Завещаем, вот с Танечком. Вот такие картины. Видели когда-нибудь? Эти или подобные? Видели, да? Прекрасно. Итак, что здесь происходит? Вот картина такого рода называется Non-Relational Art. Это понятие было разработано в американской живописи второй половины 20 века. Тогда американская живопись, только американское искусство только начинало свой путь самоопределения. До того оно где-то там на затворках Европы болталось в 19-м веке до 20-го. Но фашизм, многие европейские художники уехали от нацизма и приехали в Америку. И благодаря этому в Америке начала создаваться своя школа. Американцы то есть как начинается путь любого самосознания. Без него нет меня, без них нет нас. Ними для американских художников были европейские художники, европейская живопись. И вот первым принципом, к которому стремились подавляющее большинство американских художников второй половины века, это было стремление преодолеть вот этот самый принцип композиции, то есть баланса линий горизонтали, вертикали, диагонали, пропорций, которые характеризовал европейскую живопись. Полок был наиболее радикальным человеком, который наиболее радикальным образом отверг эту самую скомпонованную картину. То есть что он делал? Во-первых, у него не было ни в коем случае никакого заданного формата. Полок не писал и натягивал холст на мольбер, не ставил перед собой и не рисовал кисточкой. Он клал рулоны ткани для парохода, для обвинки парохода на пол и не вырезая полотно, обходяя его с разных сторон и пользуясь техникой так называемого бриттинга, либо разливал краску, либо капал или с ножа, или прямо из ведра. Если вы внимательно посмотрите, вы, наверное, увидите, что можно догадаться, как возникла эта работа. Она возникла благодаря тому, что художник, который ходил вокруг этого разложенного на полу холста, благодаря чему у него не было не только предзаганного квадрата картины, но вообще ни верха, ни низа, ни права, ни лево. Абсолютная свобода, свобода от всего. И вот таким образом Полок создавал свои работы. После того, как работа была закончена, для Полока было очень важно, что этот процесс носил иррациональный характер. Он хотел, как и многие художники-сурреалисты, а потом художники-представители направления информэй, как бы записать непосредственный физический, психический акт, то есть подсознательная картина, как некая диаграмма подсознательного. Но в итоге с помощью он действительно очень хорошо обдумывал, каким образом где именно вырезать твою картину. Но несмотря на то, что этот вопрос для него существовал, тем не менее, посмотрите, конечно, по отношению к этой картине мы не можем говорить ни о каких-то горизонталях, вертикалях, ни о каких-то соотношениях, линий, которые каким-то образом связываются друг с другом и которые каким-то образом соотносятся с вот этим прямоугольником. Ничего этого нет. И когда мы оказываемся перед этой картиной, что происходит? мы полностью погружаемся в нее. То есть обычно искусствовидность начинает свое описание так. Мы находимся перед картиной такое-то. Вот тут так сказать нельзя. Мы находимся перед картиной. Потому что нахождение перед картиной в том числе определяется тем, что, посмотрите, вот есть какая-то система линий, Вот мы приняли, восприняли ее как целое. Благодаря этому мы дистанцируемся от нее. Мы ее увидели. Она воспринимана как некая логическая порядочная вещь. Это явление усиливает дистанцию, границу между нами и картиной. Тут, во-первых, на какой дистанции не может быть, посмотрите внимательно, 269 на 457 сантиметров. Два с половиной на четыре с половиной метра. Такие картины, когда в музее, обратите внимание, надо смотреть, находясь рядом с картиной. Иначе эффект ее полностью потеряется. Когда вы будете возле нее, вы, конечно, не сможете ее охватить как целое. Во-первых. Но даже если вы от нее подойдете подальше, то вы все равно не сможете охватить ее как целое, потому что тут нет той системы, которую вы можете воспринять как бы единым градом. Вот увидеть целое в отдельном и отдельное в целом. Целого нет, а в качестве отдельных элементов выступают вот такие скрещивания линий. И когда мы начинаем пытаться разобраться, что там происходит, то мы полностью теряемся. Это собственно говоря то, чего хотел Полок. Он хотел полностью дезинтировать зрителя. Он хотел отучить его занимать некую позицию созерцателя. Смотреть на картину из мне. Он хотел, чтобы мы не размышляя погружались вот в то явление, которое мы видим. Чтобы у нас не было никакого мысли о том, а откуда вообще собственно можно не увидеть. Слева, справа, из центра он нас к этому не располагает. Он располагает нас к тому, чтобы забыть все наши привычки, все наши традиционные схемы нашего восприятия и вот полностью пережить это непосредственное явление картины. Нью поступает иначе. Пожалуйста, Танечка другая следующая работа. Это картина, вот та, которая стала жертвой их ножа. Я специально сделала именно ее. Что происходит с ней? Это тоже образец нон-релейшнл карм. Здесь тоже нет той самой композиции, которую Ньюман не принимал в европейском искусстве. Тут нет линий, которые противоположного направления. Вы видели, у Ньюмана есть либо вертикальные линии, либо иногда горизонтальные, они никогда не пересекаются. Он стремился к тому, чтобы не было этого ощущения, пересекающихся линий и некоторых гармоничных композиций. Обратите внимание, где расположены вот эти линии. Не совсем в центре, не в точке золотого сечения. Это не четверть, не треть, не половина. Они смещены, то есть нет никакого рационального упорядочения, четко упорядочения этих линий. Одна из этих линий совершенно четко прочерчена, вторая смазана. Такие линии Ньюмана вынесла следующим образом. Он накладывал на полотно тесьму, рисовал поверх нее, потом ее удалял. Таким образом он вводил картину в момент случайности. То есть по полотну растекалась, краска растекалась, как растекалась. И в общем-то это очень простой. И я конечно упрощаю, потому что на этом простом примере можно следствующее вывод, что все-таки у Ньюмана в отличие от полота во-первых есть задный формат. Он рисовал на полотне, натягивал холсты на вольберт очень тщательно, очень тщательно писал вот эти свои поля. Во-первых для того, чтобы было ощущение некоторой анонимности, а во-вторых для того, чтобы обратить внимание тоже, если вы попадете в какой-нибудь музей и увидите вот такую монохромную картину. Часто монохромные картины, картины состоящие из одного цвета, писали для того, чтобы мы увидели, как цвет превращается в свет. Традиционная живопись, например, был источник света, он был нарисован на картине. Этот источник света освещал предметы, они образовывали свет и тень. С времен искусства этого принципа отказались, и свет стал как бы исходить из глубины самой картины. Он стал создаваться насыщенностью и насыщенностью цвета или соотношением цветов. Так вот, вот что мы здесь видим? С одной стороны получается, что есть прямая линия, которая все-таки соотносится с границами полотна. Есть эта линия, которая с ними не соотносится, как бы подчеркивает, что она как бы выходит зарамкивает эту четкую порядочность. Картина Ньюмена нужно обязательно рассматривать из близкой дистанции, для того, чтобы явление этого цвета громадного и света, чтобы оно нас окутывало, и для того, чтобы мы ощутили ощущение возвышенного. Что такое возвышенное в противоположенском прекрасном? Хант определял возвышенное двумя способами. Было динамическое возвышенное и оригинопическое возвышенное. Оригинопическое возвышенное очень просто. Это когда работа своей громадностью настолько превышает наши собственные размеры, что мы или какое-то явление, что мы воспринимаем его как несоразмерное нам. Прекрасное соразмерное нам, оно соотносится с нами, но одновременно и объективирует нас, превращает нас в абстрактного субъекта. У возвышенного этого нет, оно как бы выходит за наши рамки. Если в случае полока нас ничего не полагает к тому, чтобы какое-то искать целое, то ньюмон подталкивает нас к этому, потому что вот эти полосы мы можем как бы себя с ними идентифицировать. И мы начинаем думать, а откуда же посмотреть вот на эту картину так, чтобы она воспринялась как нечто осмысленное. Мы начинаем искать эту точку зрения перед картиной. Но найти мы ее при принципиале не можем, потому что никаких рациональных соотношений в этих линиях нет. И как некое осмысленное логическое целое мы никогда их не воспринимем. То есть эта картина никогда не даст нам, не поддаст нам. Мы никогда не сможем ее раскусить. Но вместе с тем она и не превращает нас в некие объекты. Она нас не порабощает. Она оставляет нам какое-то ощущение свободы. И более того, благодаря тому, что здесь ничего не запрошено. Нет никаких ни листочков, ни цветочков, ни курочек, ни очень никаких линий. Предельное сокращение средств. Мы не начинаем ничего там разглядывать, но наше сознание может регистрировать тот опыт, который мы переживаем. То есть мы переживаем опыт поиска себя и своего контакта с этим целым. Это целое не дается нам, как некая конфетка, красивой бумажки, которую можно сразу распознать. Но оно и не отрицается, как у полка, у него никакого целого нет. Тут мы втягиваемся в процесс целого, процесс поиска этого целого, процесс организации, который не завершается никогда. То есть почему мне кажется эта работа действительно опыта свободы? Потому что нас ни к чему не приведили. Потому что вот этот опыт, который мы переживаем, он с одной стороны отличается от опыта этого самого ниссансного субъекта, который находился в центре мира, но с другой стороны отличается и от опыта этого разорванного человека, который в разных направлениях вертится у нас в мониторах кунауна. То есть мы и не центры вселенной, но вместе с теми какая-то песчинка. Мы обретаем себя и познаем себя в диалоге с этой картиной, в контакте с ней. Может мы сейчас не совсем понятно объяснила, я с удовольствием вам все расскажу потом. Танечка, дальше. Нет, нет, следующая часть. Дальше, дальше. С этой работой Ричарда Сера история получилась еще более интересная, чем с картиной Ньюмана. Ньюман, наоборот, не перепутайте. Итак, картину Ньюмана порезал ножом какой-то полусумасшедший, заботящийся о деньгах налогоплательщика. Эту пластику Ричарда Сера снесло само американское правительство, которое смешным образом заказало ее сооружение. Точнее, дело было так. Заказали сооружение этой скульптуры республиканцей, приняли решение о ее демонтаже демократии. Поставили республиканцей в смысле. Эта скульптура относится к особому роду работ скульптурных. Она создавалась только в расчете на определенные помещения, определенную скульптуру, определенную площадь. Соответственно, ее нельзя было просто взять и продать кому-нибудь другому или перестать в другое место. Вот то, что ее демонтировали, это означало все, ее уничтожили. Расскажу немножко подробнее, как было дело. Танечка, дальше. вот разные виды этой скульптуры, а вот ее автор Ричард Терран. Посмотрите на выражение лица его, если вы его видите. Ну, наверное, вы понимаете, с чем смотрит очень, так сказать, очень сурово, недоверчиво и очень так осторожно. И у него были на это причины. Во-первых, одну его пластику снесли, во-вторых, его работы требовали такого количества усилий, сейчас мы не увидели некоторые, и должны были строить целые рабочие коллективы. И вот во время сооружения одной из работ, рабочий, который не соблюдал нормы безопасности, был убит. И, конечно, Сера, да, это ужасная история, Сера постоянно задавали вопросы об этом, и вот, так вот он и в видеоритуре. Итак, пластику наклонная арка, так она называлась, заказали Сера в 1979 году. К тому времени он был уже очень известным художником. Следующий. Дальше, дальше. Дальше, да. В том числе потому, что на той же самой выставке документа была показана в 1977 году была показана вот эта работа, которая называется Чармелл. Она была тоже представлена в одной из центральных работ, выставлена перед центральным корпусом документов. Ну, я рассказываю не с большим удовольствием, потому что я училась в Бокуме, в том городе, для которого после документы купили эту работу. Почитать документы об этом это одно удовольствие. Начнем с того, что ЦДУ, то есть консервативная партия Германии была против покупки этой работы, общественность тоже была в общем-то против, как ее купили, я не знаю, когда ее купили и поставили, то все и началось. Оля, еще один, пожалуйста, слайд. Нет, нет, это все не, не, нет, 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 поехали дальше. Нет, назад. То есть люди не думали, почему это куча ржавого металла, должна стоять на центральной площади города. Через некоторое время на этой неделе начали писать, ну, примерно, те же самые слова, которые в такой ситуации писали бы белорусы на другом языке, но, в общем, решение было принято, огромные деньги заплачены, и я думаю, иногда я считала, что вот есть надежда, что когда-нибудь жители этого самой русской области, в которой находится город Бохум, в которой поставили эту скульптуру, желание быть горды тем, что эта скульптура у них стоит. Когда была разрушена, демонтирована эта скульптура, ага, так вот, американское правительство заказало для площади федерации. Площадь федерации в Нью-Йорке это как бы место скопления государственной власти. Центр государственной власти, она ухожена различными зданиями суда. Оля, если ты немножко повернешь назад, то мы сейчас внимательнее посмотрим на... Нет, это уже темно. Выше. Вот, 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 вот. Площадь федерации, пластика, сера, посередине. Заказали ее в 1979 году. Сера, исследовав все особенности этой площади, решил сделать вот такую наклонную арку, длина, по-моему, 37 метров длиной, 3,7 метра высотой. Представьте себе, это 3,7 метра. Надо выше прыгнуть так, не дотяну. Вот. И она несколько наклонена и как бы напоминает иметь цилиндрическую форму. То есть, как бы образуются два пространства. Выпуклое и ломутое. Пластико установили у вас в первом году и тоже последовало первое письмо, подписанное тысячу трехстами людьми. Один клиент из соседнего департамента забрал подписи людей, которые написали. Сейчас процитирую. Итак, во-первых, что она, что из-за этого скульптуры исчез удобный доступ к строению. Что она уничтожила эстетическое качество площади. Что она отбрасывает угрожающие тени. Через некоторое время человек из другого департамента собрал еще триста подписей. Люди писали, что она слишком дорогая. Слишком много средств на локтейльщика было на нее угрохано. Что она закрывает и бит на часть площади. Потому что на ней все время рисуют граффити. В 1881 году собрался суд. То есть были организованы слушания. На них выступали художники, друзья Сера, специалисты. Против демонтажа проголосовало 122 человека за 58. Но пластику все равно демонтировали. Естественно, что у Сера возникла потребность объяснять, что же, собственно, он хотел со всеми этими своими работами. И сейчас я попробую коротко пересказать вам, каким образом он объяснил свои интересы, почему он делали такие работы. Как он объяснил студентам американского детского университета. Итак, что же рассказал нам Сера? Во-первых, он рассказал нам о том, что он очень рано решил покинуть мастерскую. Причем в двух смыслах. Во-первых, он предпочитал создавать работы, предназначенные для определенного места. То есть работы, которые нельзя сделать в мастерской, просто перенести ее потом на площадь. Или на другую площадь, или в другой фирме. Он создавал работы, ориентированные именно на это пространство, именно на это место. Кроме того, его работы создавались... Таня, давайте на что представим вниз. Дальше, 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 дальше. Вот это специфический для места скульптуры Сера, который он создавал из расчета на определенные пространства. Дальше. Ага, вот это если посмотреть, конечно, в лучшем качестве, будет очень красиво даже. Может, я представил, сколько людей нужно для того, чтобы сделать такую работу. Тут нужны люди, которые рассчитывают, подоставляют, поставляют. Словом, Сера работал у нас в пабрике со старелетейных заводов в цехах, с которыми он познаком с 17 лет. То есть, он вынужден был работать и подрабатывал на учебу, работая на старелетейных заводах. Сера сказала, что большое влияние на него Канечка дальше идет. Оказала дальше еще скульптурой из стали до самого века. То есть, работы из стали не были новостью, но были новостью именно те работы, которые делал Сера. Что сказал Сера по поводу этих работ в первой половине века? Он сказал, это тоже композиция, это декорация. Они делаются для красоты. Тут еще обалансе элементов. Задача скульптора заключается просто в том, чтобы соединить части друг с другом. Чего хотел Сера? Таня, покажи немножко дальше, еще дальше, так, да, да, это все где-то вот, плохо видно, да, еще дальше, еще дальше, еще дальше, ну, вот, допустим, остаемся здесь. Что-то видно? Видно, да? что он хотел? Он хотел, чтобы мы ощутили на себе свойства этого материала, чтобы мы ощутили баланс, нарушение баланса, его давления, чтобы мы не просто созерцали его, опять же, некую картинку, но чтобы это был опыт нашего как бы физического соприкосновения с этой работой, которая, она кажется угрожающей. Нам нужно справиться с вот этим воздействием, которое, оно у нас физически, а не только эмоционально, не только отстраненно, не только дистанцированно оказывает. Это одна вещь. Дальше, он говорит, что все вот такие вещи существовали уже в архитектуре, например, но их никто не использовал в скульптуре. И Сера хотел использовать новые возможности в этом жанре. Дальше, он говорил о том, что он хочет, чтобы работа представлялась нам не только уже, опять же, готовая, целая, чтобы мы видели процесс. Когда делается работа из стали, это хорошо видно, как она создавалась, изгибалась. То есть, виден процесс ее происхождения. Не готовая, целая, а целая вместе с результат, вместе с процессом. Это один из принципов современного искусства, который можно увидеть у разных художников. Дальше. Сера писал следующее, вернее, рассказывал студентам детского что-то следующее, что многие скульптуры первого половины века, модернистская скульптура из стали, она создавалась либо вне зависимости от данности места, либо она как бы пыталась вписаться в данность этого места. Сера говорит, мои работы преследуют другую цель. Я хочу с одной стороны учитывать контекст, причем контекст пространственный, то есть насколько велико вот насколько велика эта площадь, где она стоит, как там работают коммуникации, как все связано, то есть собственно формальные качества места, а также и социальные. Я хочу их учитывать, но я не хочу, чтобы моя работа была просто инвариантом, чтобы это было просто оформление декорации. Я хочу, чтобы вот эти работы как бы критиковали то пространство, в котором они находятся, чтобы они заставляли нам задуматься о функциях этого места или о функциях формальных, эстетических, физических, а также о функциях социальных. И вот его ключевое определение. Отношения между скульптурой, предположенной, предназначенной для определенного места, и его окружением в первую очередь является диалогом. Скульптура, предназначенная для определенного места, требует сравнивать два различных языка к ее собственному языку и язык окружения. То есть, какой опыт возникает здесь? В общем-то, аналогично тому, о чем я говорила здесь неумно. Понимаю, что другая игра. То есть, скульптура не просто вписывается в пространство и не просто является безразличным по отношению к ним. Скульптура, расцвет скульптуры заключается в том, чтобы каким-то образом вступить в фонтан, в диалог с этим пространством. позволить нам осознать его свойства. И еще одна вещь, о которой не говорил Сиран, о которой кажется не очень важной. Представьте себе профессиональную структуру. Очень просто. Какой-нибудь фонтан, который стоит на центральной площади. Фонтан, который стоит на центральной площади и ориентирован на ту же самую картинку, на некое целое, которое мы можем с точки зрения с точным воспринятием. Он представляет пространство как физико-математическую сдавность, которая задана нам изначально. Которая существует без нас, до нас, и которая существует как бы одна на всех и для всех. Которая безразлична к нам и выглядит различным к ней. Что же касается вот такой скульптуры, то она тематизирует пространство. Пространство прекращает быть абстрактным, физико-математическим, заданным. Оно становится конкретным, переживаемым нами. И это пространство существует уже, оно не сдается нам, как некая предданность. Оно существует как бы тоже вот с нашим участием на границе между нами и скульптурой. И это уже не абстрактное физическое пространство, он пространство живое. Вот к этому стремился Сера, когда вы пойдете в Богу или какие-нибудь другие города, где вы видите вот такие же лески на улицах, которые я читала в одной из такой прикольной книжки. Есть такие книги, их очень любят печатать. Когда история искусства излагается на 15 страницах, в будущем случае на 115, и там вот в таком ироничном тоне один актер в такой очень иллюстрированной книжке написал «Пока вы едите, пьете или спите, берегите все, эти железки появляются на ваших улицах». Но вот если вы попадете, увидите такую железку, попытайтесь не сразу сказать себе «Господи, что делает здесь эта куча ржавого металла», а все-таки попытаться эти возможности не рассказать, не увидеть на картинке. Это можно только пережить. Когда вы подходите к этой скульптуре, ходите между ее линиями и листами испытываете то воздействие, которое она на вас оказывает. Все, идем дальше. Я правильно рассчитала время, если бы добавила еще пяти, мы точно не успели. Сейчас мы тоже не успеем, но чуть-чуть. Итак, это художник, ныне живущий, здравствующий, как и сера, собственно говоря. Но художник, который стал знаменит, благодаря своим работам, созданным уже в 21 веке. Олафар Келлиасов. Он родился в 1967 году в Копенгагене, сейчас живет в Копенгагене и в Берлине. В Берлине он является владельцем 14 тысяч квадратных метров мастерская, у него 14 тысяч квадратных метров, который находится в здании бывшей фабрики. В этой же мастерской его проекты реализуют от 40 до 50 сотрудников, и также он читает свою лекцию, преподает в университете живописи, и своих студентов обучает в этом своем интерьере. А то, насколько известным является сейчас восприним востребованным является художник, соответствует то обстоятельство, что концерт BMW именно ему заказал презентацию своего автомобиля конночного, конечно, следующий, пожалуйста, BMW H2R, но я не узнала никогда, если бы не Лилсон, вы, наверное, лучше осознавлены. Итак, это конночная машина, и Лилсону было поручено создать как бы ее дизайнерскую модель, представить ее. ХСР, H2R, BMW, 12 цилиндров, 258 лошадиных сил, скорость более 3000 км в час, до 6 секунд разгоняется до 100 км. Аэродиномическая машина и я перелеглась в немецкого, может быть такое, что мотор, который заводится водой, или такого не бывает, или с помощью воды, это очень важно, если бы не важно было, я не спрашивала. То есть, такое может быть, что вода участвует в том, чтобы завести завязывалась машина. Какие-то водные автомобили между бензином уже придумали, нет? Пытаются. Пытаются, прекрасно. Итак, в этом BMW, вероятно, ездит на воде, или, по крайней мере, пытаются. И что же сделал с телесом? Пожалуйста, следующий слайд. Вот, получилась такая работа. Он снял с BMW кузов. Вместо кузова сделал вот такую металлическую решетку. Металлическую сетчатую решетку. Вот такой конструкции. потом он поставил вот все это сооружение в очень холодное помещение, в котором оно, подсмотрю, чтобы не собрать, в течение 12-ти каждых-то дней обливалось водой. В результате, то, что вы сейчас видите, это лед. Вот внизу сосудки. То есть из машины лился вот такой прекрасный свет, подобный свету драгоценного камня. Она напоминала драгоценный камень. И представляли ее следующим образом. Представляли ее в отделении дизайна Мюзинской пинокотеки, отдел современного искусства. И держали ее при температуре минус 10 градусов. И зайти сюда могли не больше одновременно в это помещение не больше, чем 12 человек. Потому что если бы людей было больше, то этот лед начал будет таять. Ну, это такая красивая штучка. Элисс правда считает, что это не просто красивая штучка, а что-то другое. БМВ давно начала создавать коллекцию своих арт-моделей. Началось с того, что один из гоночников попросил своего друга, известного художника-скульптора Александра Кайбера, чтобы он расписал его машину. Так было положено начало этой традиции. как никак не рефлектировал о связи машины с временем и пространством. Насколько ему удалось эту связь показать, я не берусь судить, но собственно я не совсем это хотела показать, а хотела показать следующую вещь. Смотрите, Элисон, современный художник, в 1993 году, Танечка, да, вот это фрагменты этой машины. Дальше. Элисон работает с светом, водой, давлением, паром, атмосферой, с природными элементами, реальными или с инсценированными природными элементами. И вот на этой работе он вот изобразил воду. Если бы можно было, я показала бы вам фильм, это все в видео очень хорошо смотрится, но нет такой возможности. Представьте себе, это струящаяся вода, струящаяся светящаяся вода. Эту работу он назвал beauty, красота. И имея в виду эту и другие работы сейчас пишут о таком, то есть работа может являться представителем такого течения, которое называют возвращением к эстетике. И вот с этим феноменом возвращения к эстетике возникает такой вопрос, а происходит ли в искусстве последних десяти лет возвращение к тому самому прекрасному, к тому самому идеалу или к тем самым принципам европейского искусства, традиционного, от которых XX век в начале века отказался. сейчас мы попробуем посмотреть следующая работа, которую я хотела вам показать, может быть вы слышали, это достаточно знаменитый проект, природный проект, эту видеоинсталляцию, вернее эту инсталляцию, простите, Элиасон реализовал в галерее Тейт. Отдел современного искусства лондонской галереи Тейт находится в бывшей электростанции. И вот в ее турбинном зале, то есть там, где раньше были турбины действительные, Элиасон реализовал такой проект. Вот если посмотреть, может показаться, что это солнце. Мы сейчас не видим на некоторых картинках это видно, кроме того, люди видели якобы туман, который на самом деле был сделан из яичного порошка, поднимался вверх, и улетучивался. Улетучивался потому, что, видите, потолок зеркальный, соответственно, люди лежат, тут на этой фотографии стоят, но есть много фотографий, где люди просто лежат и лежа наблюдают за всеми этими явлениями, то есть и клубы тумана, которые, лондонского тумана, который поднимается над темзой и исчезает, и над солнцем, якобы, которое светит. Но когда вместе с тем люди видят солнце, люди видят туман, люди видят какие-то простые атмосферные явления, но вместе с тем им прекрасно видно, нам не видно совершенно, прекрасно видно, что у нас в действительности это солнце сделано из десяти моночастотных ламп, вернее, из тысяч моночастотных ламп, которые соединяются вместе и отображаются в зеркале. Моночастотные лампы никакие цвета не видны, кроме желтого и черного. И вот благодаря тому, что вот эти лампы отражаются в зеркале, возникает ощущение вот такого круга, вот такого светящегося солнца. То есть людям, которые приходят сюда, с одной стороны прекрасно видно, из чего все это сделано. Тут ничего не скрывается, нет никакого ощущения, что это какой-то гений создал некое уникальное явление природы. То есть мы все прекрасно осознаем, мы обо всем рефлектируем, мы все анализируем, но те, которые люди, которые видели, и видимо, они правы, потому что эту инсоляцию посетило 2 миллиона человек, по себе 2 миллиона, вот рассказывают о том, что то явление, что мы прекрасно можем сказать это из этого, это из этого, а это сделало это, совершенно не убивает впечатление художественного, эмоционального, как бы непосредственного, которое оказывает эта работа. То есть в искусстве XX века существовал такой топос. Нет, мы не ориентируемся к эмоциям человека, мы не стремимся к непосредственному эмоциональному восприятию, мы стремимся вызвать его рефлексию, мы хотим, чтобы он задумался, мы хотим, чтобы он изменился, чтобы он осознал принципы своего поведения. Я отношусь к такому искусству с большим уважением и большим пониманием, но, видимо, Элиасон показал нам, что возможен и другой опыт, что мы можем одновременно и рефлектировать, и воспринимать некоторый чувственный опыт, что наша рефлексия может осуществляться в модусе погружения в некоторое явление, что мы можем рефлектировать, будучи не просто отстранены, дистанцированы, наблюдая со стороны, но находясь внутри некого пространства, которое он создает. вот это он сумел сделать, и вот что он сам, одно из его трактовок с того, чего он хотел, одна из трактовок, я думаю, что и в рамках спектакля, его упрекали в том, что он делает, это спектакль, я думаю, что и в рамках спектакля можно добиться определенной свободы в постановке вопросов, своего рода антинормативной идеи переживания, которые позволяют зрителю пережить опыт единичности, неповторимости в группе. То есть куча людей лежат, стоят, сидят одновременно с тобой, но Элиасон хотел, чтобы вот эти люди пережили опыт своей уникальности и неповторимости, находясь в группе. То есть все концептуальные практики, которые были разработаны XX веком, очень важные вещи, то, каким образом это искусство, то есть все вещи, искусство это учило и учит нас думать, анализировать, ставить вопросы, промолитизировать, относиться критически. Этот весь опыт необходим, но Элиасон сумел вот все-таки включить его в некое эмоциональное эстетическое переживание. Поэтому мне кажется, что его возвращение к эстетике не является просто отрицанием опыта XX века, но как бы учитывает его и преобразует, выходит за его границы. Потому если Виктор Пинчук еще один раз в Киеве организует выставку работы Элиасона, я ее прозевала, к сожалению, ну вот я вам рекомендую на нее съездить. Все. Еще одна вещь. Я придумывала гораздо, ну в смысле я задумывала гораздо большую лекцию. Я сократила ее, когда я поняла, что эти страницы переводятся в большее количество минут, чем мне бы хотелось. Поэтому через некоторое время более расширенный, более полный вариант вы сможете найти на сайте Новая Европа. Если вас, конечно, что-то заинтересует. Спасибо. Али, еще раз. Вообще мы планировали не только местные институты. Именно поэтому я сокращала свои страницы и минуты. но, как вы понимаете, где у меня назвало нас такая договоренность о российском полчаса у нас есть это важный вопрос. Если можно для такой поправки на вопрос на то, не только из вводительных способ, мне показалось, что это интересная вещь. То первые сегодня, я до сих пор, я посмотрела, инфицировали классические искусства, у нас из-за их и 象 вообще неприятная зараждающая экстракция, к к к к к